Субтитры создавал DimaTorzok И вот там идет бурное обсуждение, что новенького придумать, какие новые формы, потому что поэзию не так читают, как, например, в 60-е годы. И вот вы видите Евгения Харитонова, пишется его фамилия с твердым знаком, Евгений В. Харитонов, поэт, человек, который много лет проработал в книжной палате, сейчас работает в библиотеке, и ему интересно, чтобы новое такое придумать. Рядом с ним Полина Бабушкина из Челябинска, сейчас она учится в Литвинституте, прозаик, драматург. И вот они, собственно, сейчас стали предлагать новые формы. А вот что нового можно придумать, если говорить, например, о фестивале «Словесность» в Союзе литераторов? Как это можно показать? Ну, я скажу единственное, то, что я уже сказал, что современная литература, современная литературная жизнь, если это не коммерческая литература, среда ее обитания наиболее оптимальная, это фестиваль. То есть литература как некая фестивальная форма. То есть это наиболее динамичный выход к читателю. А Полина предложила интересную концепцию. А что такое интересная концепция? Вот мне бы хотелось, например, чтобы этот фестиваль приобрел какую-то театрализованную форму. Чтобы он не выглядел очень эстетичным, потому что, как правило, это очень архаично и скучно. А чтобы он разбавлялся каким-то, не знаю, действительно яркими интерактивными вставками, возможно. Чтобы вообще поэзия, чтобы, например, поэзия слова не просто читалась, а еще обыгрывалась. Ну, есть такие практики, на самом деле. Ну, вот мы ходим по улице, к нам пристают там люди, одетые в какие-нибудь шкуры, медведей каких-нибудь там, собак. Что-то предлагают купить. Что, поэты тоже будут так бегать? Вот такие. Перформативная подача текста. Возможно, я это имею в виду. Но при этом она имеет какие-то, конечно, границы. То есть мы... Ну, я лично не очень люблю там всякие шкуры. И я не очень люблю, когда кто-то в шкурах ко мне пристает. Но это какая-то просто крайность. На самом деле шкурный вот этот вопрос. Но на самом деле у нас была такая практика в Челябинске, мы делали презентацию «Альманах». Ну, вы знаете. Вот. И вместо классического такого, ну, как сказать, постановочного момента, когда просто выходит поэт, читает и говорит, вот моя книжка, посмотрите сюда, посмотрите сюда. Я прописала специально сценарий, прописала специальную пьесу, куда в драматургию вплетала поэзию. И у нас получился шикарный спектакль, вот. Где играли сами же поэты, которые... Потому что поэт по-своему чувствует стих. Но при этом я как режиссер сценария с ним работала, и у нас получился очень необычный синтез поэзии. И все-таки еще театрального какого-то элемента, на мой взгляд, очень удачного. Вот. Что-то такое можно сделать точно так же с фестивалем, где есть поэты, у них есть тексты. И точно так же с ним поработав, можно создать что-то театральное и яркое. Что будет интересно не только им, но еще и зрителю, который, возможно, целый час слушать стихи, ему будет тяжело. Прежде всего должно быть интересно зрителю. Да. Потому что действительно, вот я обращаю тоже внимание, когда сейчас куда-то хожу, очень тяжело человеку в зале просто смотреть на вот этот вот поэт столбовидный. Ему действительно тяжело, этому зрителю. И хочется что-то поделать с поэтом, с его голосом, с его руками, ногами. Вот. Ну, конечно, это все нужно делать аккуратно, чтобы, ну-ка сказать, вот никаких там шкур не возникало или ничего там у него не отвалилось. Всех секретов мы пока не будем разглашать. Мы еще не придумали. Да, я много лет занималась разработкой экскурсий по Москве. Ну, я очень люблю город и историю. Москвы, мне кажется, город совершенно удивительный. И у меня был такой цикл экскурсий, тайны московских двориков. Может быть, можно было бы, да, вот как сейчас это делают, сесть на велосипеды. И, например, из одного дворика в другой, пригласив слушателей тоже на велосипедах или на самокатах, или на чем-то еще. Или просто там в метро мы проедем несколько остановок по каким-то, ну, интересным линиям метрополитена, а потом читать стихи. И это будет уже другое восприятие. Люди уже сроднились. И сам поэт, он среди тех же, которые едут, которые тоже смотрят. Ну, например, вот так, да? Вот, прямо по ходу у меня возникла идея фестиваля словесности, новая концепция, подвижный фестиваль поэзии или прозвища, подвижный литературный фестиваль словесности. То есть фестиваль не статичный, он не происходит на сцене, а именно, как Ниначка-то предложила, мы перемещаемся от точки к точке географической, выходим, читаем, погрузились в метро дальше, дальше поехали, на новой точке выходим, читаем и охватываем всю Москву. Прекрасная идея. Ну, мы можем уже в этом году это осуществить. Да, и можно как-то вот эти вот станции действительно разработать. Ну, вот, чтобы когда мы туда привозили, там же и зрители будут тоже кататься, да? Куда они денутся? Вот. Они будут шокированы. Ну, получается, вот фестиваль, он, ну, и сведется как раз вот к разработке таких станций, а туда уже можно вклетать вот за что, какие-нибудь разные перформансы и так далее. Вот так проходит съезд Союза литераторов, вот так возникают новые идеи. Пока это знаете только вы, для остальных это тайна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...